Фух, добрались. Привет, я Ани Мэджик, со мной скоро появятся мои питомцы и не только мои, потому что мы в Санкт-Петербурге. Да, очень неожиданно, и все это благодаря вам, потому что я решила продолжить рубрику, которая вам очень понравилась, вы набрали на ней очень много лайков. Это рубрика, где я с кем-то какое-то время живу. В прошлый раз я была няней собаки, кошки и ребенка, а сегодняшний наш герой вообще невероятный, и он из Питера. Если вы хотите, чтобы я продолжила вот так кому-то приезжать и быть у кого-то сиделкой, няней там, или как это называется, ставьте лайк и на это видео тоже. Пишите в комментариях, какое животное вы хотите видеть в следующем видео, ну и подписывайтесь на канал, спасибо вам за 3 миллиона. Уху, просто очень много событий одновременно, еще и вышел мой новый трек «Рубашка», послушайте его, пожалуйста, спасибо вам за поддержку, ссылка будет в описании, и в том числе на клип, который мы будем снимать в этой же квартире в Питере, еще и с искусственным интеллектом. Но если вы не в курсе всех этих наших событий из жизни, значит вы не подписаны на мой телеграм-канал, потому что там я общаюсь с ребятами, они узнают все самыми первыми. Приходите обязательно. Ладно, не будем тянуть, погнали знакомиться. В общем, мы добрались, расположились, сейчас мы подождем хозяйку, и она отдаст нам все инструкции. Что? А, вы про подарок вашему другу на день рождения. Блин, я забыла. Что же делать? Что? События развиваются с огромной скоростью. Наши корреспонденты не успеваются общать о повторяющихся случаях среди домашних животных. Питомцы России атаковали маркетплей с мегамаркет и активно скупают все. А что случилось? Все дело в том, что на мегамаркете, где можно найти что угодно от бытовой химии до техники, действует повышенный кэшбэк до 50% бонусами «Звер спасибо». Огромный выбор из миллиона товаров, реальные отзывы, новые акции, суперцены каждую неделю ожидаемо привлекли внимание пушистых. На днях, пользуясь бонусами «Звер спасибо» своего хозяина, кошка Алиса оплатила аж до 99% стоимости своей новой покупки. Ого, так, скачала. О, смотрите, вот отличный подарок. Нам вернется аж 258 бонусов «Звер спасибо», и мы их потом еще и потратим. Причина летнего ажиотажа среди домашних питомцев не только в выгоде покупок, но и в том, что по промокоду «Мегапитомец» они получают скидку 700 рублей при первом заказе от 3000 рублей, который еще и суммируется с другими акциями. Круто, вводим. О, и за доставку платить не придется. Ура, она у них бесплатная. Да все, готово. Идите, подождите курьера у двери. А я вот и себе сейчас что-нибудь докажу, пока они не видят. Летний бум покупок на «Мегамаркете» среди питомцев перекинулся и на их хозяев. Будем держать вас в курсе всех событий. Не переключайтесь. Я пошла скачаю «Мегамаркет». Ну что, товарищи, знакомьтесь. Это... Это... Кто? Кто это? Кто это? Это у нас новый питомец на 3 миллиона подписчиков, как вы и хотели. Спасибо большое. А пока что я хочу вас познакомить с вот этими собаками. Их зовут Вимичу и София. Вы никогда их не видели. Зовут его Сева. И ему полтора годика всего лишь. То есть он совсем щенок. Ну вы помните, да? Юмичу 7, Софии 13. А Севе полтора. Да. И кто это? Кто угадает по роду? Ну, я все равно скажу. Это французский бульдог. Короче, мы будем сейчас получать инструкции от Алены, хозяйки Севы. Потому что мы с ним будем сидеть. Ну как? Мы попробуем просто с ним наладить коммуникацию. Потому что он реально, он вообще прям, он очень любит маму. И очень всегда за ней просто хвостиком ходит. Посмотрим, подружится ли Сева со мной, подружится ли он с нашими собаками, которые будут жить у него. Он немножко в шоке был, когда мы приехали. Че? Какие-то вообще бабы пришли. Смотри, из миски твои пьют. Из миски пьют. Девки, вы видите вообще человека или нет? Просто мимо ходят. Сев, вот именно. Сев. Нюхает, нюхает. Сева, ляка, хорошо. Просто он на мамку смотрит, такой, мам, что происходит? У меня что-то подстава очередная. Почему вообще Сева? Трагедия. Просто какие-то ворвались в мой дом. Привет. Привет. Все всегда придумывают имена собакам с каким-нибудь смыслом, там, в честь чего-нибудь называют. Вот расскажи, почему Сева? На самом деле его зовут Норт. Заводчики его назвали Норт. Но мы решили его немного русифицировать. Ну и кроме того, Норт это такая собачья кличка. Мы русифицировали в север, и, соответственно, он получился Сева. Очень так мило, по-моему. Да, мне кажется, это очень прикольно, и я бы никогда не догадалась. Мне кажется, никто не догадается, поэтому мы решили рассказать эту историю. Мы посадили его на диван ко мне, и он уже все, он уже плачет и хочет к маме. И игнорирует, мне кажется, любого человека, который вот так, как я, к нему пристает. Да. Сколько раз в день мы его кормим? Кормим два раза в день, насыпаем полную мисочку, гуляем тоже два раза в день, минут по 30-40, можно больше. Есть у Севой дома любимые местечки какие-нибудь? Да, конечно, кровать и диван. Кровать и диван. Между прочим, у него здесь лесенка к дивану, которую облюбовала Софи, и она сразу такая, это будет мой домик. Просто легла сразу под эту лестницу, по которой Сева поднимается. А почему у него лестница? Он какой-то странный собакен, он с детства не любит ни запрыгивать, ни карабкаться, ни спрыгивать с дивана. У меня был другой француз, который летал на диван прямо через спинку, то есть физически у него такая возможность есть. Но он почему-то не хочет, и я ему с детства купила лесенку, чтобы он чувствовал себя свободно. Посмотрите, какие у него щечки, мне так нравятся его щечки, Северные щечки, такой сладкий. Есть ли он какие-нибудь вкусняшки, лакомства или чистый корм? Корм, и запеченная легкая, и вот еще вкусняшки, которые вы привезли, натуральные теперь ест, и вроде бы у него нет на это аллергии. У тебя же был француз до этого, и это твоя вторая собака француз, да? Вот к чему у них с аллергией? Да, они очень аллергичные, за редкий-бредкий в исключении. И у другого француза моего была еще худшая ситуация, чем у Сева с этим. Кстати, сколько он весит? 13,5-14 килограмм. 13 килограмм, понимаете, да? Это как ребенок просто. Просто Алена его носит на руках. Дайте я попробую его поднять. Алена прям берет его вот так вот на ручки. Путигость, подни. Сев, тебе не нравится, да? Я поняла, ладно. Смотрите, это Севина миска. Почему она так и выглядит? Расскажи нам. Сева ест только из полной миски. Если она хоть чуть-чуть надъедена, он гундосит и требует, чтобы ему насыпали полную свежего сухого корба. И распихивает это все боськой в разные стороны. Погнали. В общем, Алена нам показала одну специфическую особенность Сева. У него все, что в виде полковидной, короче, он либо с этим играет, либо он на это бесится. У них есть здесь доска гладильная. Сейчас я принесу. У меня есть кадры, как ты ее доставала. Мы будем гладить одежду. Сейчас я буду пытаться исполнить то, что исполняла Алена, когда она показывала, как разложить эту доску. Подождите, он уже оторвал ногу. Сейчас, сейчас, сейчас. Она сказала, надо резко поднять и резко поставить. Все, нормально. А он, интересно, вот так реагирует, когда он просто стоит? Да. Да, он тоже реагирует реально. А как ты гладишь? Просто доску сейчас уронил. Насколько он сильный. Нэй! Он поднимает доску просто, ребята. Я дважды утюг уронил. Офигеть. Так, все, Сева, все. Теперь мы попытаемся это унести сейчас. Тихо, тихо, тихо. Последнюю оторвал. Сейчас мы разнесем весь дом просто, Алене. То есть с пылесосом такая же история, да? Ну, похожая, да. Пылесос прям бесячка. Сева, иди нафиг. Там враги за дверью. Так реагирует на то, что стоит на ножках. Ага. На швабру, например, на ручной пылесос. При этом на робот пылесос он реагирует абсолютно нормально, но не замечает, обходит. Меня твоя мать убьет. Не ешь! Пошли! Уже сразу после инструкции просто. Его нельзя ни в коем случае ничего ему давать. И так же он реагирует на палку на улице, да? Ну, не совсем так. С палкой он прям играет. И палка его на улице интересует до тех пор, пока палка шевелится. Сева, мы с тобой попробуем поиграть в палку. Нам с Софишей и Юмичу выделили целую спальню. Вот так гостеприимно мы будем спать. Сева такой, в смысле? В смысле? Это моя спальня. Я не понял. Кстати, Алена говорила, что она спит с Севой. Я редко сплю с собаками, ну, я это уже рассказывала, почему. В общем, мы будем спать в этой комнате. Это вот наш шкаф, это наше постельное белье. Да? Софиш. Прикол в том, что когда Алена ходит в душ или в туалет, она уходит, и Сева постоянно лежит и ждет под дверью. Вот настолько он любит свою маму, что по ней вот так вот скучает. Плохо тебе будет с нами Сева, да? Без мамки. Мы тебя будем веселить как можем. Вот давай лапкой. Давай, покажи лапкой. Смотри, Сева, давай. Доставай. Сева, вот, вот. Давай. Вот, молодец, молодец, молодец. А теперь смотри вот так. Вот, вот, вот так. О, давай. Доставай, доставай. Где, где она? Вот она, вот она. Как это? Куда делась? Мам. Нет. Что там там наививаете? Дай просто ручняку. Смотри. Давай. Все. Блин. Все. Софи, покажи людям, как надо делать. Софи, давай. Доставай. Ищи. Давай еще раз. Давай. Давай, давай, давай. Все, молодец. Умница. По традиции, когда я живу у кого-то, я всегда готовлю что-нибудь вкусненькое. Помните, я в прошлый раз пекла лимонный тарт? А в этот раз моя подруга подсказала мне классный ленивый рецепт. Лето же. Заморачивается всем лень, а вкусненького все равно же хочется там на завтрак или на пикник с собой взять. Берем готовое слоеное тесто, я его прям в магазине купила, замороженное, мы его чуть разморозили. Если у вас нет скалки, берите любой предмет, похожий на скалку. Погнали. Белочек. Делаем из него конвертики, кладем, например, туда творог. Некоторые сразу кладут джем, но у меня другая фишка, сейчас я вам объясню эту крутую идею. Духовку мы предварительно разогрели на 200 градусов, а вот это вот мы ставим духовку на те же 200 градусов на 20-25 минут. Для золотистой корочки можно чуть смазать желтком. Когда видим, что подрумянилось, даем чуть постоять в духовке и достаем. Когда булочки остыли, берем на ваш вкус любой готовый джем. Я беру махеев, персик, манго, потому что я манго просто в любом виде обожаю, тут еще и кубики персика попадаются. Вот смотрите, это прям очень вкусно в сочетании и просто круто подойдет под наш десерт. Кладем джем сверху. Как красиво, да? Объясняю. Некоторые сразу с джемом запекают в духовке, он получается такой чуть слипшийся и это тоже очень вкусно. Но мне вот как раз нравится, что свежий джем сверху, он придает булочкам прям такой яркости и фруктовости. Понятное дело, что вы можете выбрать любой свой любимый джем. Прикол весь в том, что это делается очень быстро и это мега вкусно. Давайте уже пробовать. Реально вкусная дища просто. Очень вкусная, я бы еще джемы добавила. Ням-ням. Сева! 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 Посмотри на меня! Сева! Сева, посмотри на меня! Сева! Просто бездвижный лежит такой. А интересно, если я буду лежать и не двигаться, они будут ко мне приставать? Вот так Сева ест. Числоткий. Ну, как будто языком достает почему-то. Ну, вроде даже не разбрасываешь, да? Ну, что ты мало поел, Сева? Иди поешь еще. Кто проснулся? Кто проснулся? Привет! Встаем с утра, а Сева тут грустит без мамки, да? Ну, крошавчик, крошавчик! Мы сейчас будем завтракать, а потом пойдем гулять, да? Мы там пойдем гулять. В общем, Сева спит здесь, а Юми София в спальне. Вот это самый прикол. Просто. У нас весь вот такой вот кофр, в котором там постельное белье или еще что-нибудь. И они себе устраивают из него гамак. Это лежанка для собак сверху. Нравится тебе покемон лежать? Что там на балконе? Прохладно. Тут офис домашний. А сегодня прям холодно, хотя солнышко светит. Ну что, пойдемте. Еще самый прикол с едой. Приходится отдельно кормить всех. Корм вот там вот, который Севин, его никто не ест. Ну, мои собаки не едят. Слава богу, потому что пришлось бы его убирать. Но, когда я насыпаю Юми Чу еду, Сева с Софи начинают претендовать на эту еду. Поэтому Софи ест. Ой, Юми ест отдельно. Потом Софи ест, потому что иначе Юми с Севой претендует на ее еду. Сев, что ты тут ищешь? Вынюхиваешь, что? Вкусняшки, сделанные своими руками. Это печеночка. На. Прямо грустно тебе, да? Просто убегает такой от меня. Я за ним, он от меня. Я за ним, он от меня. Щечки у тебя такие сладкие. Держи. Вот, молодец. Вкусно. Нет, не вкусно. Просто пошел к двери такой, где мама, где мама, где мама? Маму ищет ребенок. Где мама, да? Просто на дверь смотрит. Мама ушла, утром выл ребенок. Да. Даже вкусняшку реально есть не хочет. Ни свою, ни чью. У нас тут случился немножко потоп. Мы хотели кипяточка. Теперь вот будем сейчас все это отмывать. Сева, мне сказали, что ты не любишь швабры. Прости. Что, грязнуля? Ты не любишь побираться? У нас тут ЧП, я достала швабру. Смотрите на Севину реакцию. Я понимаю, что это твой враг. Мне говорили, мне предупреждали. Но тут беда. У нас тут потоп немножко. Так и полы веселее мыть, да? Пошел, полы помыть и веселишься с собачкой. Все, все, все. Она уходит, она уходит, она уходит. Она уходит в туалет, простите. Вот так начинается наше каждое утро и заканчивается каждый вечер. У нас просто аптека какая-то. Пожалуйста, берегите свое здоровье. Старость – это страшно. Будете пить вот такое количество таблеток всяких разных. Сейчас кто-то пошел есть. Кто же это? Кто же это? Сева такой, я вообще не мышу. Юми ест, а Софи думает, как бы у нее поперять еду. При том, что она уже ела, да, Софи? Да? Да? А что за виноватое выражение лица? Наш прекрасный вкусный завтрак. Собаки поели свою еду, а мы свою. Рыбка. Хлебушек в жареной яичке, манго, маракуйя, десерт, сыр, мягкий сыр, салат, кофеек, вообще какие-то мажоры. Лакшери, завтрак. Охранная собака. Все стоят у двери, ждут. Юми, там не лифт. Юми, Софи. Пошли. Софи, иди сюда. Поехали. Все, заходим. Софи, давай, последняя. Давай, быстро. Сева, заходи. Компашка. 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 Пошли. А на кого лаем-то? Просто у нас поводок в машине. Юми там нашла друга. Такого желающего, как Софи. Прогулки безумных собак. Просто безумные собаки. Чего ты тут пристаешь к людям? Не приставай, Юмичу. 13,5 килограмм. Ох. Просто. Просто сейчас руку чуть не оторвало. Шевелящаяся палка. Сева. Играй. Софи, давай. Молодец. Давай, Софи. Софи, Софи, Софи. Смотри. Давай, неси. И все, все бросили. Сева. Сева. Сева, поиграй со мной. Сева. Ребят, ну что, серьезно? Сева, 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 Сева. Сева, это палка. Сева. Юми, Сева, палка. Там какая-то собака бежит. Сев на меня пофиг. На палку тоже. Ну и кто это? Все, мне кажется, у Севы с Юмичу мэч. Любая собака. Ей интересно знакомиться со всеми, дружить. Кто такой веселый? Божечки, кошечки. Просто какое движение. Какая динамика. Со всеми просто. Со всеми, со всеми. Софи такая, Софи, аж испуган. Да он играет с тобой, боже мой. Семилетний ребенок на бабушку. Юмичу тоже не отстает. Кто этот такой красивый? Давай, такой красивый. А, Юмичу нравится, да? Она причем выборочно играет. Вообще поразительно. Она с кем-то прям ей не нравится, а с кем-то она прям хочется играть. Ну, давай, говорит, играть. Юми, ну что за поведение? Позор. Софиша, что ты как бабка? Что ты как бабка-то? Софи, ну хоре, ну серьезно, ну хватит. Игруля. Давай, 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 говорит, давай. А Софи, ну-ка, ходит, гавкает на всех, ну. Вместо того, чтобы повеселиться. Скажи, я тоже хочу с кем-нибудь играть. Севин, друг, привет, привет, привет. Давай, говорит, со мной играй. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Бегает, не знает, куда ей приткнуться, с кем общаться. Смотри, сейчас переметит, переметит, переметит. Ага. Вот так-то. Покемон. Пойдем, пойдем, Юми заберем. Какой классный, такой красивый. Да. Да? Нормально? Я первый раз просто стрессанула немножко, просто стою такая смотрю, что происходит. Наблюдаю. Только что там было очень яркое событие в жизни моей. Сева? Сева, нет. Мне сказали держать тебя, если что. Вот в таком вот ЖК мы будем жить. Там еще целый двор у ребят, то есть это с наружной стороны. И мусор здесь нужно выносить не в баки, которые рядом с домом типа находятся, а прямо в отдельное помещение. Короче, ты вот так вот выходишь из подъезда с мусорным пакетом, и мусор выносим отдельно вот в такую вот мусоросборную камеру номер 5. Причем вход сюда тоже по ключам. Прикол, понимаете, да? Отдельная мусорная комната. И не выйдешь. Я застряла в мусорке. Мы стелим тут пеленку. Почему? Сейчас объясню. Кто это меня встретил? Меня встречает Сева с Юмичу. Молча. С такими лицами просто. В общем, вы знаете, что Софиша у нас на таблетках сердечных, и она, у нее, одна из таблеток мочегонная, и поэтому она очень часто ходит в туалет, и уже невозможно за этим уследить. То есть это может произойти ночью, днем, когда угодно, и приходится стелить пеленку, потому что она прям, ну, иногда очень сильно хочет, и удержаться уже не может все-таки ей 13 лет. А Юмичу обязательно, просто обязательно ее перемечает. То есть если София сходила, Юмичу обязательно тоже сходила. Поэтому мы теперь неизбежно стелим пеленку. Как переключить внимание собаки? Как переключить внимание собаки? приехал то приехал за город то приехал за город и собаки вот у нас тоже 13 лет все побежал пошла пошла за ним и мечу получишь получишь от нее преследует такая софи ты ты чё тебе уже дали один раз кто такая собака лежит отдыхает на солнце греется жопку свою грею он я мечу бежит вместо боясь и не играются до зимина игра севой чё ты пока мы катались на квадриках Сева нашел себе прекрасное развлечение потом он никак не хотел купаться в бассейне причем он не хотел чтобы кто-то другой тоже купался а затем мы вернулись домой и собрались на вечернюю прогулку просто билишко погладить хотели сева обнаружил врага даже несмотря на то что он был замаскирован ну дай погладить пожалуйста пошел разнос разнос пошел дома это место местные называют променад вечером там собирается много собак и они очень весело проводят время ляшечки модель просто такой кадр модели оценили ответок на бассейне надо лежать нам рассказали что идет маленькая альфа-самка местного разлива кило 900 господи два килограмма ребенок а софи просто все это время на лавки тусуется Такая, блин, нафиг мне все это надо вообще Зачем мне все эти собаки Да? Привет! Хосятина большая По имени Кая, мне сказали Ух, просто вообще Вырыл ямку Это тоже ваша ямка, да? Да, это все наши Ну, он так прикольно это делает, реально В чем цель, непонятно, да? Так они прикольно играют Сказала я Юми, растерялась, да? Кто это такой причет? Сюда такой, а? Кто такой красивый? Кто такой красивый? Ай, Тео Тео Теодор 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 нашел себе погрузчик И он с ним играет Как это и делать, по-другому? Теодор Привет! Камера! Иди поиграю с Симой Юми, не уходи, в смысле? Паш Удачи на Симка Софи просто, конечно, смешная И она начинает подходить к чужим людям Типа А это вы мои хозяева? Да-да-да А это вы мои хозяева? Да-да-да Ты где-то вы моя мама? Да-да-да-да И так и происходит Это игрушка, по-твоему, да? Какая-то Или что? С этого ракурса, хорошо? А тут че, кто-то еще это делает? Пока Я каждый раз прикалываю, как они у меня вот греют Сева, пока Тебе понравилось с нами? Пока Веселая была поездка в Питер Надеюсь, вы поддержите эту рубрику лайками Напишите много комментариев А мы отправляемся из Питера В Мэджик Хаус К нашей кисе Алисе Погнали!